Я хочу обсудить одну деликатную тему. Это сложная тема для обсуждения, но она чрезвычайно важна. Не каждое наставление, которое мы получаем, будет для нас благотворным. Иногда некоторые преданные получали наставления, которые, по их ощущениям, могли навредить им. Возможно, они не будут вредны для других людей, но конкретно для этого человека это будет вредно. Это наставление было основано на шастрах. В самом наставлении не было ничего плохого. Фактически наставление было правильное. Но в ситуации с данными людьми это было неподходящее наставление, потому что человек, который дал это наставление, не понимал их. Я хотел бы поговорить об этом, потому что это встречается чаще, чем хотелось бы. Как же это происходит? Один из сценариев, который я вижу, таков. У преданного есть личная проблема. Возможно, эмоциональная проблема или обусловленность из прошлого. Или это может быть травмирующий опыт, пережитый в прошлом. Нечто такое, что в данный момент влияет на его жизнь так, что для него невозможно просто всегда идти по прямому пути. Иногда они говорят об этом своему лидеру. Это может быть президент храма, лидер Бхакти Врикши, или даже духовный учитель, учитель, дающий посвящение, или Шикша-гуру. И в некоторых случаях этот лидер не понимает, какое влияние на этого преданного окажет следование данному наставлению. Я имею в виду, что это повлияет негативно. Они пытаются объяснить, а учитель говорит, «Это просто твой ум», или «Тебе просто нужно предаться», или «Ты просто не понимаешь». Что во многих случаях может быть и правда. Но в некоторых случаях это не так. На самом деле, люди имеют дело с проблемой из прошлого. Возможно, с психологической, эмоциональной проблемой. И из-за этого человеку трудно или невозможно следовать определенному наставлению. И если он попытается следовать ему, то это может причинить ему больше вреда. Итак, если мы предавшиеся преданные, каковыми мы и стараемся быть, нашей первой мыслью будет, «О, наверное, со мной что-то не так». Я на самом деле должен попытаться следовать этому. Но у нас всегда есть, может и не всегда, но часто, есть внутренний голос, который говорит, «Это небезопасно для моего здоровья. Я не могу это сделать. Думаю, мне не следует этого делать». И тогда мы запутываемся. Появляется проблема. Руководитель хочет, чтобы мы это делали. И нам неудобно от того, что мы на это не способны. Возможно, мы чувствуем вину. Возможно, нас переполняет стыд. Или мы подавлены. Мы испытываем очень сильные негативные эмоции. Мы ругаем себя. «Я такой плохой. Я не могу следовать этому наставлению». В то же время, иногда вы чувствуете, что лучше всего вам будет не следовать этому наставлению. Так что же делать? И как объяснить это таким образом, чтобы не был нарушен принцип подчинения старшим, и в то же время, чтобы защитить вас от тех действий, которые могут вам навредить? Итак, вот основной посыл, который я хочу вам предложить. В такой организации, как ИСКОН, а это очень большая организация, есть много разного рода лидеров с разным жизненным опытом. И не каждый лидер понимает состояние людей или учеников, которых он обучает. Я вхожу в состав группы, где это обсуждается. Мы обсуждали этот вопрос даже в среде гуру. Мы не всегда понимаем состояние ученика. Мы ожидаем определенного поведения, и когда не видим его, считаем, что человек не предался. Но это может быть не так. И в идеале мы должны лучше понимать, как вести себя с разными преданными, с различными трудностями. Но иногда у вас может быть лидер, который просто не понимает. И хотя решение могло бы заключаться в предоставлении вам психологического консультирования, нельзя ожидать, что каждый лидер сможет это сделать. И обычно вы получаете наставление из шастры. В этом долг лидера. Но в некоторых случаях наставление из шастры только усугубляет ситуацию, потому что его необходимо смягчить или адаптировать. или оно и вовсе неприменимо. И вы знаете об этом. Вы это чувствуете, вы убеждены. Что же вам делать? Как с этим быть? Это трудно. В некоторых ситуациях это трудно, особенно если лидер не способен понять, каково ваше прошлое, или не желает понять, или думает, что вы в мае, что вы не предались и так далее. Единственное мое послание таково. Не делайте ничего такого, что разрушает вас во имя предания себя. Я видел очень и очень многих преданных, которые своим преданием довели себя до того, что просто ушли из сознания Кришны, оставили бхакти, потому что выгорели. Они старались делать что-то, но не могли. Другие духовные братья и сестры могут это делать без проблем, но лично они не могут. Если вы понимаете, что эта ситуация будет для вас плохой, или если ваша интуиция отчетливо говорит вам, что для вас это будет плохо, прислушайтесь к ней. Если ваш лидер этого не понимает, поговорите еще с кем-то. Будут другие преданные, которые поймут, проявят сочувствие и скажут, «Да, я думаю, ты принял верное решение». И вам придется объяснить это своему лидеру самым смиренным образом, или какие-то другие преданные должны ему объяснить. Но не разрушайте себя во имя предания. Не нужно предаваться так, чтобы это заставило вас уйти из ИСКОН. Это было бы глупо. В большой организации, несмотря на то, что у нас так много защитников, то есть наставников и гуру, иногда нам нужно самим защитить себя. Мы также видели это и в супружеской жизни. Вот есть хороший мужчина, хороший преданный, но ему немного недостает способности понимать женщин, и он делает такие вещи, которые вредны для его жены. И мы как лидеры смотрим на эту ситуацию и думаем, «Получается так, что мне приходится вмешаться, потому что мужчина, по идее, должен защищать жену, но тут мне приходится защищать ее от мужчины, который должен защищать ее, потому что он ее не понимает». Это очень часто происходит. Я и сам совершал эти ошибки. Я ни на кого не показываю пальцем. В то время, когда я был более молодым преданным, я совершил все ошибки, которые только можно совершить. Я не всегда понимал преданных. Мне трудно было понять природу женщин. И порой я тоже делал такие вещи. Мы учимся. Все мы учимся. Иногда вы можете осознать, «Что ж, лидер меня не очень понимает, и мне нужно защитить себя». Порой это означает, мне не нравится употреблять тут выражение «не подчиняться». Это не совсем «не подчиняться», потому что в конечном счете вы подчиняетесь своей совести. Прабхупада говорил, что в конце концов гуру хочет, чтобы вы научились слышать сверхдушу в вашем сердце. Конечно, мы могли бы сказать, что если вы молодой преданный, и вы не следуете своему гуру, то это катастрофа. Обычно так и есть. Но в некоторых случаях, и это было замечено, хоть это и прозвучит странно, именно следование гуру приводило к катастрофе. «Харе Кришна, я не говорю про тех гуру, которые пали. С этим гуру все в порядке. Просто он не понимает вашей конкретной ситуации и тех вызовов, с которыми вы столкнулись». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова